Ошибка с Азовом и скандалы в Некста. Расплакавшийся Протасевич сделал признание. Григорий Игнатов в журналистской правде за 4 июня 2021 года. Был ли искренний нарестованный белорусский оппозиционер в своем большом интервью каналу ОНТ и почему это вполне вероятно. Интервью с Романом Протасевичем на белорусском канале ОНТ многое, если не все вообще, расставила по своим местам в понимании целей, источников и методов змогаров. При этом, разумеется, интереснее обсуждать не само содержание беседы, а неожиданность ее появления и, соответственно, искренность Романа. А вдруг его пытали? Вдруг ему написали все на бумажке, он заучил все, а потом вызубренно повторял. Что вообще произошло с человеком, который совсем недавно входил в верхушку белорусской оппозиции, воевал в полку Азов и был несгибаемым революционером? Наиболее вероятная версия такова. Протасевич оказался просто трусом, жидким трусом. И даже не столько из-за личных моральных качеств, сколько из-за той системы ценности, которую он взялся разделять. И пусть за него все предельно ясно скажет российский либеральный деятель Аббас Галямов. Протасевич боролся за то, чтобы Беларусь была либеральным государством. Высшей ценностью в рамках либерализма является человеческая жизнь. Попытка спасти свою жизнь, которую он предпринял, выступив по лукашенковскому телевидению, является абсолютно логичной с точки зрения той идеологии, которую он отстаивал. И это, боже упаси, не сарказм и не насмешка от Галямова. Это искренняя поддержка, солидарность и апология. Вспомните, как в Тарасе Бульбе был незабываемый спор Бульбы и Янкеля о мотивах предательства Андрея. Так это выходит, он, по-твоему, продал отчизну и веру. Я же не говорю этого, что он продал что. Я сказал только, что он перешел к ним. Для одного предал, а для другого просто перешел. Вот и Протасевич просто перешел сперва на одну сторону, потом уже на другую. Делов-то высшая ценность – человеческая жизнь, а не эти ваши морали всякие. Пытали ли Протасевича? После интервью многие стали обращать внимание, что на его запястьях есть царапины, видимо, от наручников. И эти царапины стали еще одним весомым аргументом в пользу того, что человека подвергли нечеловеческим мучениям и превратили в безвольную марионетку. Но всего один вопрос в таком случае. А почему же таким образом ничего не удалось сделать с Марией Колесниковой, которая еще в сентябре прошлого года оказалась в руках КГБ? Где ее интервью на ОНТ, где ее признательные показания? Их почему-то нет. То ли не пытали, то ли пытали, но флейтистка оказалась куда упрямее, чем герой Азова Протасевич. Откровенно говоря, Протасевич совершенно не выглядит безвольной марионеткой. И тут подключается следующий фактор – личная мстительность, которую умело использовали белорусские силовики. Протасевич оказался оттесненным на периферию кормушки белорусских протестов и потому не чувствовал никаких моральных обязательств по отношению к тем, кто его кинул. Более того, он чувствовал определенное личностное превосходство над теми, кто его обошел и присвоил себе все лавры. А это, оу, какая злая заноза в душе. Когда Путила и Протасевич давали интервью Дудю, это уже очень чувствовалось. Путила выглядел феерически тупо. Все в нем – выражение лица, тон, моргание вытороченными глазками, лексика – выдавали исключительно во плоского, глупенького человечка, похожего на мышонка. Протасевичу вдвойне обидно было. Личность Путила крайне переоценена в обществе. Он получил всемирную славу и известность. Его называли белорусским Калиновским. Даже премию Сахарова ему дали за все то, что делал я. Он получал за это все и даже нигде не упомянул меня. Ничего. Его эго росло так стремительно, что буквально через месяц после общемирового признания он себе позволял оскорбительные шутки в мой адрес и смотрел на меня презрительно. Он получил всемирную славу за ту работу, которую сделал я. Извините. Зато теперь Протасевича знают все благодаря КГБ Белоруссии и Лукашенко. Спасибо бы хоть сказал, что теперь о нем говорят. Я бы имею в виду Протасевича. Раньше ведь никто его не знал. Ну максимум канал Некста. Дальнейшие разногласия с Вечеркой Богдановичем, которого он заподозрил в помощи КГБ в его поимке, все только усугубили. Было очевидно, что Роман осознает, насколько бесперспективным стало его дальнейшее нахождение в среде революционеров. Перспективы с треском обрушились еще в 2020 году. А потом началось интриганство, подсиживание, превращение из партнеров в холопов с западными кураторами. Он явно говорит об этом, как о чем-то наболевшем. И не потому не стыдится ругать и сдавать тех, кого уже осознал как своих соперников и недругов. У меня не складывались отношения с Богдановичем. В последнее время я эмоционально устал. Не хотел выполнять какую-то политическую работу. Хотел просто заниматься фотографией. Вообще шел разговор, чтобы меня уволить за то, что я просрочил какой-то мелочный дедлайн. Вот как замученный работник будет относиться к своему деспотичному начальству, а? Какие тут сюрпризы? Да никаких. Было ли интервью с Протасевичем заранее написано с готовыми репликами? Скорее нет. По крайней мере, явно не все. И вот почему. Во-первых, прошло все-таки относительно мало времени. Протасевич вывалил на КГБ кучу информации. Ее еще надо было структурировать. Обсудить наибольший медийный эффект от тех или иных ее аспектов. Как-то все это скоординировать с телевизиончиками, написать черновой вариант текста, прогнать с романом несколько раз, переписать начисто, снова сделать кучу репетиций, потом наконец дать прямой эфир. Каждый, кто играл хотя бы на любительской сцене получасовую пьеску, примерно знает, сколько времени уходит на ее подготовку. А тут полтора часа и текст с нуля. Нет, не верится. Но есть еще и во-вторых. Мы все тут уже немножко знаем, что у белорусских КГБшников с чувством меры и стиля не очень хорошо. Разговор Ника и Майка стал тому грустным подтверждением. Если бы они реально писали текст Протасевича с нуля, то это было бы очень гротескное зрелище. И да, были видны невооруженным взглядом те вставки, которые таки Протасевичу навязали. Да-да, про стальные текстулы Лукашенко и про то, что его ужасно зауважал. Некой Майк одобряют. А впрочем, чем не шутит, может Ромка это и от души говорит. Я умру со словами любви к вам. Да. Ну вот скажем, 55-я минута интервью. Вопрос о том, стояли ли за штабом Тихановской западной спецслужбы. Вот ведь отличная возможность как бы быстренько вложить в уста идеальному свидетелю абсолютно все, что требуется. Все оперативные наработки, чтобы их таким образом легитимизировать. А Протасевич просто говорит, не знаю, до такого уровня не был допущен. Очень на самом деле красноречивый момент. Про участие в Азове тоже звучит достаточно искренне. Но да, а чем кроме как не ошибка это можно было назвать? Получить ранение в ягодице, терпеть всеобщие насмешки, маяться тупым безделием где-то вне боевых операций. Это явно не та героическая карьера, на которую рассчитывал юный герой. Такое, честно, забыть хочется. Или хотя бы отречься от позорного периода в жизни. Но и, наконец, слезы в финале. Они тоже, судя по всему, искренне. Такого не запланируешь. И вполне объяснимые. Вся карьера будущего вершителя истории завершилась полнейшим фиаско. И его надежды на будущую спокойную жизнь, скорее всего, сбудутся только после определенного срока в заключении. Григорий Игнатов Ошибка с Азовом и скандалы в Некста. Расплакавшийся Протасевич сделал признание.